Привет, друзья! Все новости в одной газете. Мы меняем формат для вас. Становимся лучше вместе. Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Мэрия Бишкека предварительно оценила ущерб, нанесенный городу в ходе акции протеста и митингов с 5 октября в 213 тысяч долларов, сообщает в субботу пресс-служба городской администрации. Отмечается, что подсчеты продолжаются. Как рассказали в пресс-службе, в самом же здании мэрии было преднамеренно испорчено дорогостоящее серверное оборудование, металлические двери и камеры видеонаблюдения. По ее данным, городские службы занимаются восстановлением городского хозяйства. Напомним, что в Бишкеке 5 октября началась акция протеста несогласных с предварительными итогами парламентских выборов. Милиция пыталась разогнать протестующих. Пострадали несколько сотен участников протестов, один человек погиб. Ночью протестующие захватили здание правительства страны. Позднее там начался пожар. Демонстрантам удалось освободить осужденных экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и экс-депутата парламента Киргизии Садыра Жапарова. Мэр Бишкека подал в отставку. ЦИК Киргизии признал результаты парламентских выборов недействительными. Новая дата парламентских выборов в Киргизии будет объявлена до 6 ноября. По данным Минздрава, во время потасовки на митинге в Бишкеке пострадало пять человек. Из них троим потребовалась госпитализация. Среди пострадавших телохранитель экс-премьер-министра Темира Сариева и кандидат на пост вице-премьера Телект Актангазиев. По данным Акипресс, Актангазиев получил тупую травму черепа и потерял сознание, но затем пришел в себя. В пятницу в Бишкеке продолжались митинги сторонников различных оппозиционных сил. В Суматохе кто-то несколько раз выстрелил по автомобилю, в котором Атамбаев уезжал с площади. Поэтому президент своим указом ввел ЧП в столице с 8 часов вечера 9 октября и до 21 октября. Он также потребовал ввести в город войска и военную технику и назначил комендантом заместителя министра внутренних дел Алмазбека Аразалиева. В МВД после этого сообщили, что ЧП введут в столице с 10 октября в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации, наведения общественного порядка. По данным ведомства, комендант еще не принял решение о введении комендантского часа или о запрете на въезд в Бишкек. По закону парламент в течение трех дней должен принять постановление об утверждении указа. Бывший премьер и экс-депутат Феликс Кулов объяснил, что если Жогар Кукенеш этого не сделает, указ вступит в силу автоматически. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментарии. Теперь газета всегда с вами. До встречи! Продолжение следует...